добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба меня зовут трудов сергей я руковожу обучением наших сотрудников а также веду для вас этот youtube канал сегодня мы поговорим немного ображение о том как сделать самогон максимально быстро и наверное всеми возможными способами но быстрее чем за два дня самогон на сделать у вас не получится а для того чтобы сделать самогон за два дня нужно будет учесть всего несколько факторов данность у нас такая самый долгий процесс это конечно же брожение перегон может занять пять часов в зависимости от литража вашего самогонного аппарата и способа подогрева но в любом случае спокойно за сутки мы управляемся поэтому наша задача это ускорить брожение а скорость брожения у нас друзья как известно зависит от дрожжей которые мы используем от гидромодуля гидромодуль это соотношение воды и сахара в нашей браге если у вас фруктовая брага если у вас зерновая брага неважно какая все равно там есть определенное количество сахаров будь это свекловичный сахар тростниковый сахар фруктоза глюкоза ну и так далее так вот доля сухих веществ или гидромодуль от этого напрямую зависит брожение и третий фактор от которого зависит скорость брожения это температура внесения наших дрожжей в наше сахарное сусло либо фруктовое либо зерновое а также температура брожения нашего сусло таким образом друзья если мы берем правильные дрожжи берем хороший гидромодуль для этих дрожжей и контролируем температуру вполне спокойно наша брага может отбродить за сутки вы наверное видели в наших магазинах дрожжи с различными цифрами но в основном конечно это 24 и 48 48 у нас означает что эти дрожжи на двое суток если мы соблюдаем все необходимые правила прописанные в инструкции к этим дрожжам а 24 соответственно суточные дрожжи естественно если мы хотим сделать брагу побыстрее нам нужны дрожжи 24 мои любимые дрожжи под finder ту-24 я неоднократно показывал вам такие это мои первые дрожжи и я до сих пор пользуюсь чаще всего именно ими это ни в коем случае не реклама дрожжей потому что дрожжей у нас магазине огромное количество различных видов и нам важно продавать их все поэтому какие-то одни выделять нам не нужно просто я с вами делюсь своим личным мнением своим опытом и я пробовал такую брагу делать действительно за 24 часа если мы соблюдаем весь температурный режим и правильный гидромодуль эти дрожжи спокойно отрабатывают в чем еще преимущество подобного рода дрожжей мы можем разделить упаковку на две части и в таком случае брожение у нас будет не сутки а пятеро суток но с помощью одной пачки мы сможем сбродить в два раза больше дрожжей соответственно сделать два раза больше самогона дрожжи сильные дрожжи справляются с большими количествами сахара поэтому рекомендую именно такие дрожжи что касается гидромодуля если здесь идет речь о брожении длиной всего в сутки то нам нужно взять 6 килограммов сахара и 21 литр воды таким образом это идеальная пропорция для таких вот дрожжей и остается у нас последний фактор это температура внесения и температура брожения опять же на этой упаковке температура брожения рекомендовано 25 температура внесения не более 35 но чем ближе мы к 30 приблизимся тем соответственно быстрее наши дрожжи заведутся поэтому лучше всего если ваше сусло будет ну либо комнатной температуры либо 30 градусов температуры заводится дрожжи буквально за полчаса сейчас на улице осень поэтому контролировать температуру брожения можно самое главное нужно дома начинают включать отопление на улице начинает холодать поэтому температура днем нестабильно а это все влечет за собой остановку брожения либо неправильное брожение а нам этого конечно же не нужно для этих целей используется аквариумный подогреватель вот у меня вот такой вот аквариумный подогреватель такой есть у нас в магазине вы можете его там приобрести приспособлен он конечно же для аквариумов но чем наша брага не аквариум жидкая среда в ней живут живые организмы которые кормятся но принципе своя микрофлора поэтому это вещи спокойно может использоваться и для браги вот в общем то и все друзья используя правильные дрожжи используя правильный гидромодуль и удерживая температуру вы спокойно можете сделать самогон за два дня так а теперь друзья переходим к самому рецепту мы взяли 21 литр воды как сказано на наших дрожжах здесь 24 часа брожения 6 килограмм сахара температура идеально для брожения 20-30 градусов и соответственно сзади тут по рецепту нам нужен 21 литр воды мы разделили эту воду на две части 6 литров у нас здесь на плите стоит и 15 литров стоит в бродильной емкости мы будем смешивать чтобы получить температуру около 30 эту воду мы догреем до кипения растворим в ней сахар и смешаем вот с этой водой чтобы получить комфортную температуру для внесения дрожжей чтобы они завелись максимально быстро все-таки мы хотим сделать самогон за два дня поэтому сейчас нагреваем воду до 100 градусов и как только она будет нагрета я к вам вернусь мы растворим в этой воде 6 килограмм сахара так друзья вода закипает начинает испаряться поэтому пришло время вносить сахар носить будем сразу все и сразу будем перемешивать все по сути у нас 6 килограмм растворено у нас получается здесь сахарный сироп практически кипящий сахар как вы видите полностью растворился поэтому пришло время смешать сироп и нашу воду выключаем плиту и вливаем наш сахарный сироп в воду все давайте немного перемешаем и замеряем а какая температура у нашего сусла так друзья размешали самое время замерить температуру потому что температура если будет больше 35 дрожжи просто сварятся 34 9 и дальше не растет смотрите нормально мы все подсчитали пришло время выносить дрожжи просто рассыпаем наши дрожжи по поверхности вот смотрите такая консистенция у них белые вкрапления это витамины подкормки которые нужны чтобы наши дрожжи работали лучше и рассыпаем завестись должны очень быстро с этого момента начинаем следить за температурой еще если температура ночью будет холодно то поставим аквариумный подогреватель но я думаю до этого не найдет потому что дрожжи саморазогревающиеся то есть они будут сами во время брожения поддерживать необходимую температуру так что ждем завтра же в это же время мы сможем перегнать эту брагу друзья прошло 25 часов с начала брожения вот так выглядит наша брага давайте теперь проверим сбродила она или нет проверять мы будем с помощью ариометра ну вот друзья утонул то есть за 25 часов эти дрожжи спокойно выбродили кстати она до сих пор еще немного теплая хотя дома у меня достаточно прохладно не использовал я аквариумный подогреватель дрожжи спокойно справились но для суточных дрожжей это норма вот таким образом теперь можно спокойно перегонять думаю первый перегон мы сделаем часа за 4 может быть даже за 3 и второй перегон часов 7 и таким образом смогу у нас получится даже не за два дня а намного быстрее вот так вот друзья хотя брага еще и не осветлилась но перегонять уже можно и таким образом спокойно с помощью хороших дрожжей и правильного запуска а также поддержания температуры мы получаем очень быстро сбродившую брагу которую впоследствии перегоняем на этом все друзья до скорых встреч пока пока пока